Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне проще его ненавидеть и отпустить, чем любить и забыть обидам. У меня сложные отношения с парнем, мы живем раздельно, друг от друга независимо. Проблема в том, что мы мало видимся, или если повторимся, не видимся вообще. Он может через 5 дней конфликта просто мне позвонить, написать, спросить как-то, или научать, чего-то ждать. А я сижу, скучаю и думаю, неужели я ему так нужна. И вот ситуация была в компании, выпила и под воздействием алкоголя его набрала. Тогда он захотел встретиться со мной и вспомнил, что скучает, а мне больно выглядеть так, что мне одно и больше нужно. Я хотел от него поступков в действии, чтобы он пришел помириться, но от его пассивности не чувствовал себя нужной и обиду. У нас пропал интим, что тоже для меня неприятно. В итоге он назначил мне встречу, спросил, куда я хочу пойти. Мне, конечно, приятно, но от мысли, что, а если бы я тогда не набрала, он бы так сидел и чего-то ждал. В общем, я не знаю, как быть, мне больно идти на встречу, от того, что я как будто его подтолкнул, а он думал о себе все это время. Не знаю, как его простить. Ну, я думаю, что нельзя заставить себя, кого бы то ни было, простить. Для этого вам нужно, скажем так, к этому прийти. Я имею ввиду, прийти к прощению. Не получится простить кого-то просто по желанию, к сожалению. Вот, поэтому прощение, это история про принятие. А вы, очевидно, молодого человека не принимаете. Вот, потому что, ну, он вас не устраивает какими-то вещами, да, он вас не устраивает своим поведением, он не устраивает вас своей, своей пассивностью. Ну, вот, то есть ему, то есть, ну, то есть вам это не нравится, его пассивность не нравится. Вот, и естественно, что эту пассивность вы не принимаете. Вот. Но у меня есть такое ощущение, что изо всех сил вы пытаетесь ее принять. Или пытаетесь переделать человека. На мой взгляд, на мой взгляд, вот самое, пожалуй, ну, самое такое вот худшее, как мне кажется, что вы можете сделать, вот, это начать человека переделать, вот, то есть пытаться заставить его, его быть кем-то другим, заставить его, пытаться заставить его поступать не так, как он хочет. Вот, потому что в отношениях люди принимают друг друга такими, какие они есть, вот. Если люди не принимают друг друга такими, как они есть, то в отношениях, само собой, начинаются серьезные проблемы. Вот, поэтому первое здесь, на что нужно обратить внимание, это на то, какие у вас к нему чувства, вот. То есть, что вы чувствуете к человеку, вот. Потому что, если мы говорим, например, о любви, то любовь, это принятие человека, это принятие человека и адекватное отношение к тому, что вы можете что-то не принять. То есть, в любви человек понимает, что он что-то не принимает, но менять не пытается, а смотрит, может ли он это принять или нет. Вот. Такая история. Дальше. Каким-то образом получается так, что в отношениях, ну вот в ваших отношениях с ним замешана ваша личность, замешана ваша самооценка, как будто бы. И, на мой взгляд, это тоже довольно серьезная проблема, потому что, если в отношениях вы пытаетесь решать свою проблему, проблему своей нужности, проблему своей важности, проблему своей ценности, проблему своей, например, самооценки и так далее, вот. То есть, этого тоже, на мой взгляд, абсолютно ничего хорошего получиться не может, потому что человек ваши проблемы решать не будет. Итак, вы пишите мне проще его ненавидеть и отпустить, чем любить и забыть обиды. Ну, если вам так проще, что мешает вам, собственно говоря, так делать. Вот. Другой вопрос. Что такое ненависть? Мы испытываем ненависть к тому, что мешает нам чувствовать себя, ну, как бы, хорошо. То есть, мы испытываем ненависть тогда, когда это выводит нас из некого такого условного равновесия. Вот, важно постараться увидеть, а как, как человек выводит вас из равновесия, каким образом это происходит, вот. То есть, попробовать этот момент для себя увидеть. То есть, человек влияет на вас неким образом, каким-то неким образом, так, что вас это выводит из равновесия, отсюда возникает ненависть. Но дело это не в человеке, а дело в вас, дело в вашей реакции на его какие-то слова, поступки, действия. У меня сложные отношения с парнем, мы живем раздельно, друг от друга независимо. Ну, я бы не сказал, что вы независимы от своего парня. Судя по вашей реакции, вы от него как раз таки зависимы, и зависимы вы от него довольно сильно. Поэтому я бы сказал здесь, что, возможно, он, более независимая сторона от вас, нежели, чем вы. Вот, понимаете? Потому что те чувства, которые вы описываете, свои, а именно скуку, например, вы описываете скуку, вы описываете обиду, вы описываете проблемы, ну, определенные проблемы с самооценкой, вот. На мой взгляд, это не делает вас независимы от него, вот. К моему большому, к сожалению, выглядит все так, как будто бы вы как раз таки от него зависимы, вот. Дальше. Проблема в том, что мы маловидимся, или если поссоримся, не видимся вообще, он может через пять дней конфликта просто мне позвонить, спросить как-то, и замолчать, чего-то ждать. Ну, что же, смотрите, а из-за чего вы ссоритесь? Давайте, так, вот. То есть, значит, причины ваших ссор, вот, и какой ваш собственный личный вклад в конфликт, вот. То есть, что вы делаете для того, чтобы конфликт произошел? Изучите, пожалуйста, здесь психологическую игру «Скандал». Она есть в интернете. Вы лучше поймете, о чем идет речь. Ссори между людьми возникают тогда, когда у них есть проблемы с выражением своих чувств и личными границами. А дальше, он может через пять дней конфликта просто позвонить, спросить как-то, и замолчать, чего-то ждать. Ну, такой он человек. Вы либо принимаете его, либо нет. Я сижу и скучаю, думаю, неужели я ему так нужна. Ну, вот, давайте разберемся, что содержится в вашей скуке, да. То есть, скука – это что? Как вы понимаете, что вы скучаете? Что вам хочется в скуке? Вот, вообще, скука – это история про то, что человек что-то вытесняет, что-то такое, что не укладывается в его привычный образ, в его какую-то стереотипичность не укладывается. Вот, поэтому я бы сказал, что довольно интересно в этом смысле было бы поисследовать вашу скуку, как, как раз-таки, такой вот источник определенных конфликтных переживаний, который вы вполне можете, вполне может быть, пытаетесь через скуку скрыть. Вот. Дальше. И думаю, неужели я ему так нужна. Ну, вот, здесь, опять же, не знаю, замечаете вы или нет этот момент, но здесь вы транслируете следующую мысль, что я страдаю от того, что не чувствую себя нужной ему. Это и есть зависимость, это и есть проблема с самооценкой, и это то, возможно, что вызывает у вас скуку. Почему? Потому что вы злитесь на человека из-за того, что он имеет над вами, допустим, такую, ну, такую сильную, например, власть. Вот. Вы на человека злитесь, это абсолютно нормально. Но эту злость вы обращаете к нему в виде требования, чтобы он что-то сделал. Хотя, на самом деле, вам бы эту злость нужно было бы обратить к вам. Больше, именно к вам нужно обратить эту злость. Вот. И... Спросить себя, чего вам хочется. Дальше. Вот ситуация была в компании, выпила под воздействием алкоголя, его набрала, тогда он захотел встретиться со мной, вспомнил, что скучал. Ну, опять же, что вас здесь смешает, если вы сами набрали ему под воздействием алкоголя? Обратите внимание. А почему вы набрали ему под воздействием алкоголя? Вот. Почему? Почему набрали его под воздействием алкоголя? Алкоголь — это, в данном случае, стимулятор. Вот. И получается, что он вас раскрепостил. Вот. И вы позволили себе сделать то, чего не позволяли ранее. Вот как это происходит. Мне больно выглядеть так, как будто мне одно больше нужно. Каждому человеку нужно что-то свое. Ваша проблема в том, что вы в отношениях смотрите на другого, а не на себя. И именно поэтому другой вас определяет. Я хотел от него поступков, действий, чтобы он пришел помириться. Вот. Снова. Снова. Вы чего-то хотите от человека, чтобы это помогло вам обрести целостность. В этом и проявляется зависимость. Но от его пассивности не чувствую себя нужней и обиду. Проблема с самооценкой — это про нужность. А обиды — это детское чувство, где вы перекладываете ответственность на другого человека за то, что хотите самым. У нас пропал интим. Для меня это тоже неприятно. Но интим пропадает. Пропадает потому, что кто-то из партнеров перестает вести себя как равный. В итоге на нашей встрече спросил, куда я хочу пойти. И мне, конечно, приятно, но от мысли, но от мысли, что если бы я тогда не набрала опыта, так бы сидел и ждал. Возможно. Вы почему-то не хотите брать на себя ответственность за то, что происходит в ваших отношениях. Наверное, считается, что мужчина должен быть инициатором всего. Ну что же, если так, хорошо, но вы-то выбрали почему-то другого мужчину. И вот это очень интересный момент. Почему, желая активности, вы выбираете более пассивного мужчину? Потому что, желая активности, вы хотите быть активны сами. Выбираете подсознательно такого человека, который предпринимал бы эту активность, но сталкиваетесь с этим опытом, вы вытесняете его как что-то неправильное, потому что есть остановка, что так не должно быть. В общем, я не знаю, как мне быть, как быть, что бы, что. Мне больно идти на встречу от того, что я его будто подтолкнула, а он думал о себе в это время. А что плохого? Что плохого в том, что вы его подтолкнули, а он думал о себе в это время. А вам бы вот тоже, вероятно, не помешало бы подумать о себе. У вашего парня вам есть чему поучиться. Не знаю, как его простить. Прожить вашу боль, поработать с болью, проработать ее, увидеть, с чем вы там сталкиваетесь. Тогда и будет понятно, куда идти дальше. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. И ажи-лайвам. Свого сада, на веду брава. До свидания.